всем привет вы смотрите канал gamebrick и сегодня у нас обзор классного набора который я очень хотел в детстве относительно детстве это набор от 6271 imperial flagship в русском переводе был как корабль морской лев импера флагшип он и есть имперский флагман классный корабль красных мундиров 92 год набора 293 детальки и 4 мини фигурки причем все четыре это вроде как получаются солдаты один матрос и вот солдаты то есть нету пирата ни одного в этом наборе инструкция такая весьма интересная поскольку ну по сравнению современными инструкциями она не такая подробная то есть тут надо иногда даже приложить некоторые усилия чтобы понять какие новые детальки куда надо поставить здоровская инструкция в конце корабль собрали и есть даже какие-то альтернативные модельки тут так вот ради интереса ничего такого глобально там большого не сделано вот просто показана какая-то внизу не знаю недопосудинка такая вот классненькая инструкция и давайте посмотрим сам набор сам корабль и начнем мы с мини фигурок мини фигурка моряка обычно такой парень в тельняшки красно-белый весьма такой улыбчивый следующая фигурка солдат красные мандиры синие палеты на обычная классическая улыбка кивер сзади вот такой вот рюкзачок следующая фигурка это офицер в треуголке с усами уже такой бывалый моряк также улыбка но усатая улыбка с желтыми палетами и последняя мини фигурка эта мини фигурка адмирала не частыми не фигурка в этих наборах теперь он у меня есть белое перо главной убор классный адмирал и теперь посмотрим сам корабль несмотря на то что деталей к в корабле немного и всего одномачно вот этот большой парус он сразу задает какой-то такой весьма солидный вид для корабля потому что когда я его увидел только на фотках хотел его приобрести я думал он меньше на самом деле такой вполне приличный корабль мы что два флага сверху и зайдет большое флаги вот эти пластиковые парус двигается это тоже можно но сторону бог поставить и в другую корабль весьма старый но мне удалось достать его с весьма приличным парусами даже тут вот они не пушатся то есть очень хорошего качества паруса такой вот кораблик из интересного то естественно компас работающий компас здоровская деталь к сожалению сейчас таких нету такой вот компас на корабле есть штурвал причем не абы что а штурвал сделанные таким образом что он реально изменяет движение корабля ты смотрите мы поворачиваем штурвал и поворачивается ки очень круто что это сделано очень жаль что в последних кораблях такого нету хотя сделать это не сложно там просто пластинка и штурвал и туда-сюда поворачивать на мой взгляд это очень такую эффектная штука и жаль что сейчас повторюсь нет такого и пару орудий пару орудий на борту с двух сторон можно в одну сторону их поставить можно закрыть порталы пушечные и развернуть их поставить соответственно в другую сторону корабль наверху гнезда нету вороньево куда можно запихнуть фигурку но есть такие вещи можно поставить и сюда конечно жалко что здесь нету бочки чтобы на самый верх можно было засунуть вперед смотрящего матроса который бы уже смотрел приближающийся корабли вот такой вот небольшой кораблик собирается он из буквально трех больших деталей 1 2 3 3 детали и наверху всяко вся всякие разные деталь ушки корпуса сундук на корабле есть сондук с золотыми монетами лишь много их в каждом наборе по сундуку с монетами не жалели раньше золото в отличие от современных наборов где и монет таких нету вместо них какие-то весьма убогоньки pearl gold тайлики круглые здесь же с этим все в порядке единственно может быть не хватает здесь лесенки наверх так уж если придираться каюты здесь но сам по себе корабль не очень большой но тем не менее я аж прям не скажу что проследился но очень обрадовался когда мне удалось его купить по факту на день рождения купил у прошлый очень подарили вот такой вот корабль на мой взгляд один из лучших кораблей повторюсь я его в детстве очень мечтал за иметь и наконец он у меня есть потихонечку собираю коллекцию пиратов продолжаю собирать кстати такой интересный момент что корабли солдата они гораздо меньше чем пиратские корабли а при этом форта у солдатов они больше то есть если вот в море удастся встретиться пиратам и солдатам я думаю солдатам будет не сдобровать разве что их не будет численное преимущество у пиратов корабли были гораздо лучше но к сожалению меня нету ни одного пиратского ну точнее один есть маленький кораблик рингатрана но он совсем такой маленький маленький к сожалению одного большого пиратского корабля тех времен у меня пока нету ну и вот такая вот у меня диорамка получается солдатский корабль нападает на затерянный остров и пытается спасти одного из своих товарищей в синем мундире на мой взгляд круто сделаем большую диорамку все-таки по пиратам не знаю когда но обязательно сделаем и где будут эти наборы и другие наборы которые сейчас раскиданы по разным углам у меня в музее по разным витринкам будет большая экскурсия покажу вам хочется сделать одну большую витрину где показать старые наборы и новые наборы вообще все что есть на этом я с вами буду прощаться подписаться на канал оставлять свои комментарии о том что вы думаете по поводу серии пираты на мой взгляд одна из лучших серий лего вы приходите конечно к нам музей где вы сможете посмотреть разные наборы эти тоже обязательно принесу но пока они у меня дома стоят и на них дома любуюсь до скорой встречи ребята всем пока